всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу сделать расклад который предложил александр невский называется он что мне нужно изменить в своем характере возможно для чего вот или мы с вами сегодня в этом будем разбираться значит позиции три голубенький красненький зелененький камешек 1 2 3 позиции несколько секунд вам для того чтобы вы выбрали а мы с вами сейчас я настроюсь несколько секунд пока вы выбираете и мы посмотрим что вам нужно изменить в себе так горит мое благовоние горит так отодвигая эти две сюда сторонку к нашему будет позиция номер один голубенький камешек сначала я посмотрю какой вас характер а потом что нужно изменить хорошо чтобы вы могли понять ваша эта позиция или нет значит какой у вас характер независимо от того мужчина вы или женщина да здесь характера человека так хочется сказать знаете на самом деле целостный почему потому что с одной стороны человек сильный человек волевой человек очень дисциплинированный если это необходимо с другой стороны очень чувствительный ранимый нежный любящий понимающий добрый вежливый заботливый внимательный иногда может быть сбалмошенный иногда может быть капризный такой знаете достаточно эмоциональный человек я не могу сказать что предсказуемый либо непредсказуемый человек настроение но знаете это вот вы в своей обыденной жизни но если вам понадобится достичь какой-то цели вы себе ставите эту цель тогда вы применяете чисто такие мужские качества да когда нужна концентрация выносливости когда нужна сила дисциплина когда нужно знаете долгое время сосредотачиваться на чем-то да для того чтобы что-то получить то есть здесь как будто бы такой безграничный ресурс энергии на самом деле и именно по этой причине наверное вы еще и такой эмоциональный человек то есть если вы не найдете себе какое-то дело где вы могли бы применить свою энергию так чему бы вы могли ее приложить этот ресурс который вам дан то вам ну как то вот вы начинаете эмоционировать до хочется сказать то есть вам надо свою энергию либо к чему-либо применять если вы ни к чему не применять это она просто расплескивается вот это могут быть к позитивные эмоции так и негативные здесь абсолютно все равно вы достаточно такой яркий человек но и одновременно пассивный не хочу сказать ленивый но пассивный то есть с одной стороны вы вроде бы лидер вы вроде бы такая зажигалка но знаете такой человек не тот который говорит эгегеи все побежали за мной нет а вы тут который говорите эгегеи все побежали в том направлении а я здесь посижу когда вы вернетесь я вас встречу то есть вы можете как-то знаете замотивировать людей сказать им что делать но не вести за собой а наметить им как будто бы путь вот по которым они должны пойти потому что я все-таки склоняюсь к тому что вы вообще достигаете своих каких-то целей не целенаправленно медленно шаг за шагом да вот как-то вот поступательно ровно нет а у вас так знаете сегодня проснулся классный заряд все я переделал всю работу месячную на следующий день проснулись чет мне грустненько но его эту работу в баню да и в его прижить и такое немножечко ленитесь то есть здесь получается какая-то какое-то непостоянство до либо очень много энергии до запал вы можете быть трудоголиком долго трудиться вообще прям не уставая если вас это наполняет эта энергия с другой стороны вы можете по непонятным причинам даже самому себе как-то знаете вот как лужа разливаться и так это хорошо в обнимочку землей да сила протяжения срабатывает и вам как-то трудно себя поднять что еще по этому аркану ну вы человек такой достаточно позитивный но опять-таки знаете здесь все по обстоятельствам здесь нельзя сказать что вот вас как-то описать что вы его такой вот конкретный структурный человек нет вы по обстоятельствам в принципе вы позитивный человек но иногда на вас накатывает знаете может быть бывают такие моменты я хочу поныть почему почему у меня вообще такое описание потому что с одной стороны упадает аркан силы с другой стороны королева кубков королева кубков это архетип воды в чистом ее проявлении это все что направлено на прошлое да это акцент здесь идет на состояние чувствование на эмоции в минусе это конечно же переживание волнение ну такая вот непонятное ощущение чего-то предвкушение чего-то не очень хорошего да но при этом человек с очень сильной интуицией с таким достаточно мягким покладистым характером человек у которого есть терпение человек который может долго ждать если он понимает что ему это нужно вообще принципе не совсем активны а с другой стороны по аркану силы здесь очень активный человек да здесь не могут и я не знаю как вы это совмещаете почему потому что по королеве кубков я бы сказала здесь человек такой занимается ментальной гимнастикой я бы так сказал а вот наоборот по аркану силы здесь человек который я не знаю как это вот подготовка такая вот достаточно военная то есть человек который занимается например за уж да там каждый день обязательно надо потренироваться там что то сделать со своим телом то есть человеку которого очень много силы в том числе и физической помимо духа здесь вот какая-то вот несостыковка может быть у вас и бывает такое что вот периодически я хожу в спортзал занимаюсь как-то своим телом ухаживаю за ним силу как-то своего прокачиваю а потом один день поднимаетесь и думаете а кому это вообще нужно да и возвращаетесь как-то вот здесь вот какая-то такая периодичность этого вашего характера но по аркану силы я могу сказать что вы достаточно сексуально независимо от вашего пола вы достаточно знаете у вас энергия не то чтобы харизматичная как по дьяволу а здесь из-за того что очень много этой энергии вы становитесь притягательными для других людей как ресурс то есть вы люди приходят на вашу очень вкусную энергию а если она еще и окрашена эмоциями и желательно чтобы позитивными то есть вы человек который улыбаетесь да то вообще вокруг вас всегда будут вертеться люди не только те которые хотят с вами как-то разделить что-то да помочь вам но и те люди которые хотят возможно вас по вампирить вот конечно я могу много здесь рассказывать по этим двум картам о вашем характере но у нас все-таки запрос не о том какой у вас характер а что вам нужно поменять и для чего по крайней мере на данном этапе что вам нужно поменять ну конечно выпал аркан смерти и аркан справедливости два великих аркан вообще сейчас очень важный период вашей жизни какой-то очень значимый этап если выпадает из четырех карт три великих аркана поменять что нужно поменять поменять по аркану смерти я бы сказала немножко вот он выпал как раз таки на королеву кубков то что я говорила королева кубков у нас говорит о прошлом какая-то вот привязанность в прошлом в это прошлое вы сливаете свою энергию это могут быть какие-то ситуации ситуации обстоятельства а может быть люди из прошлого которые уже по определенным каким-то задачам завершили ваш ну цикл вашей жизни да и их вот как будто бы нужно отпустить но королева кубков она знаете как человек такой достаточно в привязчивый если есть такое слово че который привязывается почему потому что он знаете когда привязанность бывает у вас связано с тем что то что вы ощущаете рядом с другим человеком поскольку вы умеете создавать вот этот вот комфорт уют знаете вы какое-то состояние доверия и если вы нечто аналогичное ощущаете с другими людьми то вы к ним привязываетесь то есть вы привязываетесь к другим людям за их эмоции то есть по сути то что даете вы да по такому же принципу вы притягиваетесь другим людям вот здесь вот аркад смерти говорит о том что здесь вот эту вот привязанность да а вам нужно отпустить к чему бы она ни была потому что это лишает вас той силы той энергии которые вам необходимо сейчас на знаете здесь даже конкретно не могу сказать для чего мне сейчас нужно вам сейчас нужно собрать себя сейчас нужно как-то вот знаете такой мобилизировать себя как будто бы какая-то подготовка к некому такому прыжку это когда меня спортсмены собираются на старте и вот они значит в ожидании до услышали первый как говорится выстрел на старт и вот они готовы дам еще не сказали марш но они уже готовы и вот нужно вот это вот собранность включенность в процесс сейчас именно собранности себя а у вас этого сейчас не происходит почему потому что очень много у вас утекает все в прошлое поэтому то что вам нужно поменять сейчас паркану смерти это оставить прошлое позади не знаю поблагодарить отрезать него неважно как вы это будете делать но не сливайте энергию именно туда вот в эту память вот эти воспоминания что-то что было связано с прошлым такое знаете вот ощущение что вам надо как будто бы вот отрезать это как будто бы рисунок и половина листа все что связано с прошлом надо взять как будто в новую ножницы мне показывают и отрезы до отрезы сжечь убрать выбросить не знаю что сделать почему потому что туда куда вы пойдете вам это прошлое не нужно и следующий аркан который выпадает это аркан спиры справедливости он говорит о том что вам это по справедливости нужно выровнять нужно выровнять свою энергию не то есть я уже говорю для чего но мы сейчас посмотрим отдельно но мне уже карта показывает для чего вам нужно находиться в балансе здесь скорее всего ваше развитие сейчас она будет не линейным а она будет каким-то вертикальным то есть вот как-то не постепенно а не по горизонтали а по вертикали и вот этот вот прорыв который вы совершите вам нужно будет для него очень много ресурсов но причем знаете ресурсы там где внимание туда и энергия уходит а у вас внимание в прошлом а вам надо внимание чтобы она была именно в моменте сейчас не потому что в этом есть жизнь а потому что именно вот сейчас надо как я сказала да на старт и надо сфокусироваться то есть быть на готове чтобы услышать необходимые необходимую команду для дальнейшего движения и аркан справедливости здесь говорит о том что вам нужно выровнять эту сейчас вашу энергию вот такое сейчас может быть и так когда все что в прошлом должно быть отрезано долги должны быть отданы там я не знаю запятые должны быть убраны и поставлены везде точки не многоточие а одна единственная точка на все да вот какая-то вот какое-то защищение должно быть да то есть все что уже не работает вот пока на справедливости да здесь завершение не как по суду огромного цикла а здесь и завершение как будто бы вот каких-то кармических уроков да вот то все что поможет вам никогда больше не вспоминать о прошлом вот о чем важно то есть если вам сейчас необходимо вот как-то еще пострадать по какому-то прошлому вспоминать дайте себе какое-то время но скажите что там я не знаю через три дня все я прекращаю больше никогда не буду к этому возвращаться это очень важно то есть если вы еще чего-то там что-то не до прожили дата проживите и потом вам нужно будет собраться собраться потому что еще расскажу вас готовит к чему-то новому если допустим вам привычно и комфортно было как-то страдать потому что королева кубков к этому расположена да вот к этой эмоциональности переживания вот пострадать еще столько сколько вам нужно но недолго потому что сейчас период такой что в новое в которой вы пойдете да вы как будто вы знаете будете сейчас вот этап того что вы проживали по королеве кубков а вам нужно будет выйти в аркан силы аркан сила это очень солнечное позитивное кроме того что здесь изображен лев лев царь зверей да и отсылка к знаку зодиака льва это очень яркие люди такие знаете вот у которых есть некая такая своя свита да это люди которые находятся на вершине вот вам нужно будет как-то вот прийти то ли публичными людьми стать то ли ну в своем может быть каком-то кругу стать очень такими яркими заметными и для этого нужно будет раскрыть вам какой-то потенциал если вы не научитесь отрезать прошлое то вам какой бы потенциал вам не давали вы очень много энергии будет опять туда сливать а этого делать не нужно и поэтому по аркану справедливости вы должны научиться сейчас быть в равновесии это не значит что вы не должны ничего делать а это значит что вы должны делать ровно столько сколько вы благодаря своей королеве кубков чувствуете да то есть вот у вас должны быть выстроены четко границы внутри вас а вот что вы отдаете и что вы принимаете внутри нас каждого есть этот фильтр это этот критерий да когда вы понимаете что не отчет я что-то больше сказала да либо что больше вложилась отдала либо наоборот а что-то я больше взяла вот это вот баланс баланс внутренний он вам будет необходим вот здесь как-то вот по справедливости причем да еще нужно будет возможно вы будете жесткие с кем-то при завершении каких-то ваших кармических уроков сейчас поэтому аркан смерти и аркан справедливости говорит о завершении о выравнивании для чего для того чтобы ну вот выстрелить дальше но все равно давайте мы посмотрим хоть я уже и проговорила для чего вам вот эти вот новые качества это не временные качества это то что у вас должно быть выработано да то есть вас здесь как будто бы урок сейчас такое что вас учат не не привязываться да вот не привязываться знаете такое ощущение как человек который ходит сам по себе это почему потому что если вы будете привязываться вы не сможете принять то что вам дадут здесь вот мне не показывают на картах но я четко ощущаю что вам дают какой-то знаете какой так сказать это как некий дар ну есть так можно сказать например целительство она открывается до допустим несождение а после какой-то травмы до к примеру и вот если предположить что у вас есть вот эти вот привязки в прошлом да вы еще не изменили свой характер то вам не когда дадут вот этот вот дар условно говоря он вас будет разрушать он не будет вам во благо да почему потому что вы будете сопереживать каждому человеку вы будете волноваться за него ну и не в конечном итоге это дар он вас и разрушит а поэтому здесь вам говорят что вам нужно научиться быть независимым да вообще ни от кого и не от каких-либо обстоятельств да то есть вот быть таким собранным у меня просто в голове греческое слово крутится слово собранного до тот который сконцентрирован на себе почему потому что когда вам это дадут до чтобы вот вы себя как-то не не убили вот чтобы это вас не учить не уничтожил поэтому умение отрезать оставлять все позади понимать что никто вам не принадлежит ничего вам не принадлежит я не говорю чтобы стать холодным вы можете быть теплым человеком но при этом не растворяться в других людях для чего вам даны но вам говорят что вам нужно изменить вот эти черты характера опять-таки выпадает башня и шестерка мечей для того чтобы пойти в новое башни вам нужна для того чтобы разрушить свои старые сценарии которые уже не работают только так вы сможете по типу шестерки мечей в новое иначе вас в это новое не пустят потому что вы в новое идете знаете это вот как будто бы со своей ложкой да я хожу в гости здесь что-то такое но толку от этого никакого нету поэтому по башне здесь будут знаете вся ваша система ценности она пошатнется здесь реально ваша жизнь делится на то и после то есть то что и вот это вот то что будет после это знаете это вот как будто бы первая часть какая-то вашей жизни это страдание мучения ты говоришь себе боже ну за что мне это все вот а потом приходит такой мудрый сербородый дяденька и говорит что а вот тебе это было давно для того чтобы сейчас ты был счастливый да то есть вот благодаря вот этим страданием да ты научился понимать что есть счастье иначе быть мы моего не дали и вы так сидите блин неужели сразу нельзя было быть счастливым и обязательно надо было страдать гортнение такое не прокатит надо было действительно пострадать чтобы понять да здесь вопрос ценности встает то есть вы как будто бы вот без этих лишений не смогли бы понять тех ценностей которые я так предполагаю что в будущем будет даваться потому что башня это когда у нас идет полное разрушение разрушение наших представлений о мире разрушение каких-то иллюзий то что не имела почву под ногу по под ногами да вот здесь вот абсолютно все рушится и в данном случае это на шеяга а по аркану силы то она у вас мощная очень сильная да потому что здесь аркан силы это же еще и про власть вот так вот здесь вот по башне вот это вот власть да когда она идет не во благо идет чисто эгоистично до через гордыню вот это вот нужно будет разрушить для того чтобы пойти к новым берегам вот такая вот у меня была первая позиция это я типа хотела сделать эспресс расклад но процессе забыла остановиться позиция номер два зелененький камешек а какой у вас характер двоечки звезда моя звезда как кто-то иногда знаете когда на консультацию или на годовые расклады записываются люди пишут или не здравствуйте я ваша двоечка как это как имя фамилия да и уже сразу все понятно что это за человек кстати годовые расклады еще до 25 декабря можете записываться вот время еще есть правда ну да еще 25 нет значит ваш характер ваш характер с одной стороны аркан звезды а с другой стороны тушь шерстов зажигалочка зажигалочка на какие-то узнаете искры искры света но здесь вот очень много света вы очень светлый человек в очень яркий человек да вот здесь если вы женщина то вы хочется сказать такая вот нежная женственная по-своему и а если вы мужчина то здесь знаете какая-то вот у вас красота холодная вот это может быть брутальность да но вот при этом она какая-то холодная а то что вызывает такое восхищение иные иные какой характер какой характер может быть у человека позади знаете вот звездный с одной стороны хочется сказать такой вот яркий яркий но не теплый который согревает а холодный знаете вот человек на которого хочется любоваться да либо вы сами на себя смотрите иногда любуетесь иногда другие люди могут может быть да на вас любуются но вот вы какие-то недоступные да какая-то холодность вас есть такое ощущение что знаете вы как будто за каким-то зеркалом либо за каким-то стеклом как витрина в магазине да стоит прекрасная прекрасный манекен да в красивой одежде вот и он на всех смотрит и все смотрят на него но между вами вот это вот стекло витрины как-то не не прикоснуться не достижимы непонятный непонятные знаете вы вроде бы как-то я замолокала почему потому что с одной стороны аркан звезды он действительно холодный какой-то вот такой далекий неприступный это для меня аркан нашей души а с другой стороны по тузу жезлов это что-то такое теплое да и такое вот яркое это движение вперед но это желание жизни это жизнь сама как таковая только вот ее форма она я бы сказала такая нестандартная это знаете как-то вот похоже на альбиносов я не знаю ну может быть вы блондины но почему я сказал альбиносы то есть это те люди которые так или иначе как-то вот выделяется на общем фоне безусловно каждая раса людей либо каждая национальность она по-своему как-то отличается но вот альбиносы они всегда будет выделяться да даже больше чем возможно цветные люди так вот здесь вы каким-то образом выделяетесь я хочу просто еще уточнить по поводу вашего характера и дьявол представляете звезда и дьявол а ваш характер у меня такое ощущение что вы сами себя не знаете вы не понимаете какое влияние вы имеете на людей вы как будто бы не знаете что вот знаете такое ощущение что а вы не знаете каких-то своих возможно программ я о чем а с хорошей точки зрения да что это вот и покупаешь какой-нибудь навороченный гаджет да и пользуешься там я не знаю 10 20 процентов от его возможностей даже не подозревая о том что там есть все и есть куча всего вот вы у меня примерно такой человек да такой классный навороченный гаджет который сам себя не знает потому что ну смотрите здесь звезда это идеал и в то же время дьявол дьявол это архангелу рель управляющий всем материальным физическим планом да то есть здесь у нас по дьяволу проходит прям высокий уровень осознанности а тут аркан звезды и звезда это нечто такое далекое возвышенное то есть с одной стороны здесь действительно очень духовные люди но не в плане эзотерики да где вот мы что-то изучаем познаем а здесь вот как будто бы что-то у меня такое космическое проходит то есть какая-то вот духовность и инопланетная вот так вот я бы сказала то есть какие-то знания они вот эти вот как ченнелинг иногда я смотрю один канал прям очень редко-редко по-моему называется ягин как-то так вот вот информацию которую передает там девушка она для меня энергетически вот прям очень холодная вроде бы она говорит о земных каких-то вещах но они настолько непонятные настолько холодные для меня энергетически считывается что я понимаю что это вот для какой-то вот особой категории людей эта информация здесь как-то вот что-то связано еще и с астрологией но о вашем характере если мы говорим например по аркану дьявола помимо некой такой осознанности да помимо какой-то вот возвышенности но не как по аркану эрофанта знаете вот какая-то мораль догмы здесь какие-то действительно очень высокие вибрации людей идут прям вот чистые какие-то намерения кристаллы вот не идет что-то такое холодное кристальное прозрачное так не энергии здесь пошли нам надо другой да нам надо характер описать я просто слышу знаете вот эти вот поющие чаши одновременно у меня пошли там кристаллы что-то такое хрусталь вот какие-то такие какая-то такая информация пошла вместе с картинками аркан дьявола дьявол это человек который умеет адаптироваться это человек который умеет выживать при любых обстоятельствах человек у которого есть связи но я почему-то у вас не вижу большого круга людей то есть вообще-то по дьяволу очень много знакомых очень много приятелях может быть они у вас есть но вот близкого такого круга окружению у вас нету нету людей вот знаете такое ощущение что как будто бы вы как в интернете состоите в разных сообществах да состоите в разных группах но это люди которые вот опять таки говорю на каком-то расстоянии от вас то есть нету таких вот близких кого можно было ну не виртуально так просто потискать хочется сказать да обнять нету вот этого здесь какая-то здесь горячий холод вот как на что это может быть похоже горячий холод как какой феномен это не плазма а это вот что за такое мне показывает и я не могу понять что то такое вот синяя потому что она холодная и и одновременно и горячие и что что то такое вот вот это вот про вас я даже не знаю что это за феномен такой что еще про ваш характер можно сказать я просто смотрю на эти два аркана так интересно девушка на на аркане дьявола и девушка на аркане звезды они похожи я никогда на раньше не не обращала внимание посмотрите что вот это вот это что вот эта девушка они очень похожи они в одной одинаковой позе сидят когда не обращала на это внимание прям вы знаете вот так рука назад какой какой-то некий такой знаете драматизм оставьте меня да вот здесь точно вот все я поняла это про артистичность вот вы артистичная натура я вот все думала блин коже характер здесь независимо от вашего пола здесь люди такие достаточно артистичные люди которые вызывают некое такое воодушевление да вдохновляют как-то других людей может быть да здесь знаете иллюзионисты которые с одной стороны вызывает это восхищение как что с другой стороны вот такой знаете некий обман да здесь вот что-то такое и шоу-бизнеса это есть артистизм есть в вашей жизни такой знаете вот блеск но ложный какой-то вот обманчивый ладно какие черты характера вам в себе нужно изменить императрицы и отшельник так сейчас этап что ли такой что у меня одни великие арканы уходят да уже вторая позиция выходят великие арканы какие качества вам себе нужно изменить во-первых изменить некую такую закрытость вот да действительно отшельник да и вот здесь вот включить как будто бы туза жезла до стать более теплым выйти стать более понятным для людей стать более теплым более открытым более доверчивым когда я говорю открытым и доверчивым я не имею ввиду всем и каждому я имею ввиду быть открытым вообще к каким-то моментам жизни открытым к самой жизни как таковой уметь принимать какие-то я не знаю обстоятельства не включаться а именно принимать есть разница то есть мы когда включаемся во что-то и начинаем нам переживать либо еще что-то а есть то что я готов да я готов к чему-то новому я готов ко всему что в моей жизни может случиться именно вот это вот ощущение состояния готовности потому что здесь по отшельнику а здесь какая-то вы знаете закрытость и холодность есть да вот я как будто бы иду по своему млечному пути но вы живете на земле а млечный путь он где-то на небесах и вот где вы и и и где небеса ну то есть это вот огромная прям разница я не говорю о том что вы витаете в облаках ни в коем случае но вы как будто бы знаете ощущение того что вы живете на земле ну ваше тело а вы где-то в параллельном каком-то мире но как это сочетается я не знаю и поэтому здесь вам говорят о том что вам нужно вот это вот отшельничество отстраненность вот эту вот вашу изменить чтобы стать более понятным а вы знаете когда вы станете более понятным для других людей то есть вы будете им рассказывать о том понятным это значит говорить людям то что с вами происходит да объяснять тогда возможно они как-то будет смотреть иначе на вашу позицию на вашу точку зрения здесь у вас есть ощущение что как будто бы люди сами должны догадываться о том что у вас происходит вам кажется что вы понятны но на самом деле человек который холоден и держит других на дистанции отстраняется по аркану отшельника он не может быть понятен минус аркана отшельника это когда человек сфокусирован на себе сконцентрирован на себе и у него нету желания как-то общаться коммуницировать с внешним миром и вот здесь вот это его минус именно общение да не умение донести свою точку зрения до других людей им проще что-то прожить внутри себя да вам проще прожить какие-то инсайты вы очень многое понимаете у вас есть мудрость да это врожденное что ли но вот то знаете тот сад который вы держите внутри себя цветучий пахучий вам сложно показать да сложно как-то вот открыть эту дверку да и показать чтобы вот ощущение того что рай на земле да и вы он внутри вас и вы как будто бы не знаете как это показать другому человеку из-за того что вы не знаете вы как будто бы не понимаете как можно привлечь людей вот ваш мир да вот вашу вот эту вот красоту вы закрываетесь и занимаетесь самолюбованием то есть сами сами любуете своей внутренней красотой но вы как будто бы не дарите эту красоту другим людям возможно по причине того что вам кажется что это не нужно возможно потому что у вас были в прошлом какие-то попытки и они не увенчались успехом и вы закрылись и сказали что нет я лучше вот буду ну так сам по себе но вот в этом то и заключается ваш урок умеет показать красоту людям донести эту возможность не знаю возможно это будет как-то даже через творчество не обязательно словесно но вот вот эту вот вашу красоту вы должны ее раскрыть вы должны ей поделиться это один момент то что вам нужно изменить себя с другой стороны здесь нужно изменить изменить качество императрицы интересно скорее всего знаете по императрицы качество некой заботливости хотя знаете у императрицы основные ее качества и характеристика это гармония и дипломатия и вот то что я говорила про райский сад который внутри вас это тоже про про гармонию про красоту здесь вот вам нужно научиться дипломатично здесь скорее всего даже и подсказки идет как дипломатично знаете императрица это я говорю женщина которая как танк прет да я со всеми соглашаюсь да все так но я все равно буду делать по-своему вот в том городе где я выросла у нас такая знаете никогда не забуду у узбеков всегда была такая характерная черта у женщин вот у меня мама она работала старшей медсестрой в больнице вот и когда к ней медсестры приходили на на дежурство она ну говорила что нужно было делать каждый вот а поскольку медсестры были местного населения вот она им говорит говорит что-то рассказывает а они так на нее смотрят да марина па да марина па хоп 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 а потом идут и делают по-своему мне мама все время злилась ну я же сказала что нужно так вот здесь вот это вот как раз таки характерные черта императрицы да которая скажет да ну сделает по-своему да почему потому что так же надо да вот у женщин есть такое качество как ролики в интернете бывают да когда вообще мужчины относятся очень бережно к своим машинам ну вот и я наверное к той же категории отношусь почему потому что меня дико бесит когда человек заходит в машину и начинает хлопать дверью вот прям я не понимаю зачем зачем это делать да у меня прям это как по сердцу ножом и и вот этот вот ролики которые показала женщина заходит хлопает дверь и муж такой в ярости да неужели нельзя не хлопать да да так я и не хлопаю вышла и опять хлопнула вот здесь вот что-то такое поэтому какое качество вам нужно изменить в себе это скорее всего стать вот таким человеком да то есть идти к своей цели невзирая ни на что и ваша цель это нести гармонию и красоту в этот мир да не закрываться независимо от того насколько где-то вам может быть больно насколько вам может быть некомфортно неприятно вот здесь вот эти вот качества да открытость и некая такая дипломатия мягкость причем императрица она краски выпадает под арканом дьявола это не случайно и тот и другой аркан достаточно такие материальные здесь как будто бы вам если даже независимо женщина вы или мужчина нужно научиться больше внимания уделять своему телу либо больше внимание уделять материальному миру в том числе и днем здесь как будто на знаете нужно научиться наслаждаться деньгами нужно научиться наслаждаться земными ресурсами здесь у вас как будто бы нету такого вот вы наше направлено как-то на духовность то что я сказала да на состояние вашей души Но в вашей душе одновременно в характере выпадает и дьявол, что есть именно наше физическое тело. Вот здесь вот вам нужно научиться то, что либо какие-то ваши идеи заземлять, материализовывать, либо монетизировать, плюс ко всему, то еще на этом деньги получать. Либо здесь нужно как-то вот больше наслаждаться земными благами. Вот прям, знаете, все через тело как-то проживать, ощущать. Потому что у вас такое ощущение, что как-то вы не через тело, а где-то ощущение какой-то просто своей души. У меня такое чувство, что ваша душа, она вне тела как-то. Я не знаю, как это объяснить. Но здесь что такое? Для чего вам менять характер, вот эти вот качества, о которых я уже сказала? Смотрите, с одной стороны выйти из отшельника, выпадает двойка кубков. Вы как-то более гармонично научитесь взаимодействовать и общаться с другими людьми. И вы выстроите вот этот баланс между отдавать и принимать. Почему? Потому что когда вы понятны, вы не закрываетесь от других людей. Ясное дело, что и реакция других людей на вас, она изменится. И вы как-то, знаете, будете более открыты. Здесь ощущение того, что вы выстраиваете какую-то стену, как немецкая стена была между Германией и Западной Германией. Которая разломалась. Вот вам надо свою какую-то стену разломать. И пойти в мир, хочется сказать. Выйдите в мир из своего отшельника. Тогда вы будете более гармоничны. Это вам в первую очередь даст удовольствие и наполнение, наслаждение. Вот вам придет, знаете, какой-то приток энергии. Почему? Потому что вы будете отдавать. Вы будете делиться. Это ваша потребность. Именно поделиться. Потому что мудрости это много по отшельнику. Инсайтов-то много. Рассказать хочется. А вот как будто бы некому. И вот здесь вот как раз таки умение, навык коммуникации и создавать необходимое вам окружение. У вас есть эта способность. То есть если вы считаете, что у вас нет этой способности, вы ошибаетесь. Аркан дьявола это один из самых коммуникабельных арканов. Который умеет заводить связи. То, что я сказала. Причем не просто связи. А связи выгодные для себя. Поэтому пословица. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. И вот это вот должно быть вашим девизом. Я всегда говорю, это очень выгодно. Зачем иметь 100 рублей? У каждого возьмешь по 3, вдох уже 300. И вот здесь вот какая-то такая выгода с одной стороны. С другой стороны, те качества по императрице, что я сказала. Если вы поменяете, это поможет вам как-то заново научиться доверять людям. Потому что шестерка кубков это про искренность. Это про доброту. Это про доверие. И в первую очередь, знаете, себе. Особенно, если вы женщина. Потому что здесь было бы здорово, если бы вы научились ценить свою женскую силу. Именно силу, понимать, в чем сила женщины. Понимаете, здесь какая фишка-то? У вас есть вот этот райский сад. У вас есть эта красота, гармония. У вас есть, если вы женщина особенная. У вас есть вот эти все способности женские получать все, что вы хотите за просто так. Просто потому, что вы красивы. Вы знаете, вот красивым людям хочется всегда служить. Хочется что-то для них сделать. А вы какую-то бы эту красоту закрываете. Почему? По отшельнику, да? Потому что у вас нету доверия. И вот когда вы научитесь доверять себе. Почему вы не доверяете? Потому что вы не понимаете свою ценность. Вам кажется, что если вы будете открываться, то вами будут пользоваться. Но когда вы понимаете свою собственную ценность, кто вы и что вы, вы просто не позволите другим людям относиться к вам неподобающе. И тогда у вас вот этот вот вопрос доверия, он не будет вставать. Почему? Потому что вы же доверяете себе в контексте того, что я знаю, как правильно среагировать. И если вы доверяете себе, то и другим вы тоже сможете доверять. Потому что в любой ситуации вы будете понимать, как себя вести. То есть если вас что-то не устраивает, вы про это будете говорить. Не закрываться, а говорить, что вот со мной вот так нельзя. Невзирая на какие-либо последствия. То, что я сказала, да? Я танк. Я женщина танк. Я не просто танк. А я со всякими рюшечками и бантиками красненькими. И желательно, чтобы танк был розового цвета. Ну, либо лилового. Чтобы он выделялся из всех других танков. И при этом я вот такая вот классная и очень позитивная. И вот эти вот качества, они вам нужны. Они приведут вас к внутреннему спокойствию. Потому что сейчас как будто вам неспокойно. Вы как альбиносы не можете затеряться среди цветных людей. Почему? Потому что вы выделяетесь, да? Как черный волк на белом снегу. Вот что-то здесь такое. Хорошо. У меня была вторая позиция. Пока я говорила, у меня уже моя благовония догорела. Зато я расслабилась по ливанде. Так, я ливанту зажигала. Позиция номер три. Зелененький камешек. Какой у вас характер? И что вам нужно поменять? И для чего он? Какой у вас характер? Солнце. Вот прям пересекается с первой позицией. Ну, вот я сказала. Так оно и есть. Первая позиция у меня был аркан силы, да? Что тоже имеет отсылку к солнцу. И королева кубков, а здесь паш кубков. Скорее всего, те, кто были в первой позиции, пришли на троечку. Ладно. Ваш характер. Ваш характер. Большой ребенок. Вот такой вот ваш характер. Большой ребенок. Характер паши кубков. Это человек, который задается вопросами жизни в глобальных ее масштабах через состояние любви. Это тот ребенок, который, знаете, в семье он всегда выделяется за свои какие-то мимишные действия. Он всегда хочет больше обнимашек, чем другие люди. То есть это всегда ребенок, который хочет более каких-то таких телесных, близких контактов с родителями. Это тот ребенок, который всегда рисует и прибегает к маме или к папе и говорит, смотри, смотри, что я нарисовал. И всегда просит какого-то такого, знаете, вот одобрения. Что я молодец, я классный, я здоровский. Вот здесь вот, ну я не буду сейчас, мне сценарии стали показывать, я не буду сейчас их рассматривать, да, то есть на одобрение, признание и все такое. Но здесь ребенок, он такой, знаете, очень ранимый, чувствительный, творческий. Это тот ребенок, который, знаете, почему-то нельзя показывать пока смуту, да, и... Этого художника-дизайнера, который выходит в самом конце и такой, знаете, вот принимает все аплодисменты. Очень талантливый, очень талантливые люди, яркие люди, причем, знаете, ваше отношение к ЛГБД-сообществу, оно такое достаточно лояльное. Вот по этой позиции у меня проходят люди, которые вообще прекрасно относятся, да, ну то есть нету какого-то такого негатива, либо какого-то сопротивления, да. Вы как будто бы одинаково можете нравиться обоим полам, независимо от того, мужчина вы или женщина, да. Ну то есть если мужчина, вы можете нравиться и мужчинам, и женщинам, если вы женщина, то он нравится и мужчинам, и женщинам. Такой, знаете, человек тонко чувствующий, харизматичный человек, который может писать стихи о чем-то там возвышенном, умеет, знаете, аристократические здесь какие-то характеристики проходят. Хочется сказать, любимец публики, вот любит вас публика, а здесь еще, это вот, знаете, это как будто бы вот ваш внутренний мир, а внешний мир характера это солнце. Это солнце, это яркость, это всегда человек, который находится в центре внимания, человек-донор, дающий именно энергию, человек, которому необходимо действительно, чтобы вокруг него была какая-то свита людей, которые подтверждали, я не имею в виду лицемерие, а вот просто подтверждали какие-то успехи, да, что ты молодец, у тебя все получилось, ты классный, твой проект был здоровский. Не то, что вы это не знаете, но у вас в этом есть прям необходимость. Люди здесь проходят, такие, знаете, может быть, первооткрыватели в чем-то, лидерские качества здесь обязательно проходят. Здесь проходят вожаки, здесь проходят пионеры, люди, которые ведут за собой людей, люди, которые могут говорить и вас будут слушать. И при этом вы тот человек, который больше всех будете прорабатывать свои собственные страхи, потому что вы не можете вести людей за собой, не проработав свои собственные страхи, потому что вам будет страшно, вы всегда должны быть на передовой. Вот вы тот человек, который всегда должен быть на передовой, то есть всегда тот человек, у которого температура, но он работает, который болеет, но он всегда впереди. Я не могу, я не могу подвести команду, вот это вот ваше выражение, я не могу подвести другого человека. На вас можно опереться, на вас можно, ну вот вы надежный такой человек. Иногда вы можете быть, конечно же, горделивым, да, и эгоистичным, иногда можете что-то такое вот на вас взбрянет, вы, я не буду это делать. Почему? Нету объяснений, но я это делать не буду. Ну, то есть вы так решили. Ну, ладно, иногда, как говорится, диве можно сделать и поблажки, да, вот здесь вот иногда что-то такое у вас появляется. Иногда корону вы одеваете на себе, на себя, причем, знаете, вы ее одеваете в те моменты, когда не то, чтобы вас кто-то видит, скорее всего, вы тут сами с собой наедине, да, красуетесь перед зеркалом. А я, кажется, молодец, да, есть такое. Потом снимаете корону и идете дальше, да, по жизни, как-то вот доказывая сам себе, что я способен, я могу. Здесь человек, который обожает лоск, обожает вот этот вот шик, красоту человек, который, даже если у вас пять копеек за пасухой, да, вы никогда не позволите себе, там, я не знаю, как-то вот быть неухоженным, неопрятным, как-то, я не знаю, есть из пластмассовых каких-то тарелок, да, а пластмассовыми стаканчиками нет. Вам всегда хочется, чтобы это было, ну, если не дорого, то как минимум, чтобы это было чисто и красиво. Вот для вас красота, это, да. Ну, для женщин отдельная категория, это, знаете, сорока. С хорошей точки зрения, да, то есть вот эти вот все глиттер, всякие такие вот блестюльки, все, что блестит, вы это любите, да. Мне здесь показывается этот шар, который раньше был зеркальный на дискотеках, да, что-то здесь такое блестящее. То есть все, что напоминает солнце, которое может либо согревать, либо обжигать, вот это вот ваши качества. Вы можете согревать людей, вы можете создавать теплую, уютную атмосферу, но и одновременно может что-то на вас нападать, и вы будете показывать темную сторону солнца, то есть обжигать, проявлять какой-то свой характер и свой нрав. Причем вы это можете сделать так, что человеку мало не покажется. Не то, чтобы вы зубы, а вы знаете, как-то вот сидели, да, все в обществе, да, что-то в компании говорили, и вот вас как-то задели, и вы так встали демонстративно и вышли из помещения. То есть вы вроде бы ничего не сказали, да, но вот ваш жест такой королевский, он заметен. Есть что-то у вас такое вот королевское? Вот. Ну такой характер. Если честно, я на самом деле могу, наверное, много рассказывать по энергиям о людях. Ладно. Что вам нужно поменять? Что, какую черту, какие черты, либо какую черту характера вам нужно изменить, да, и потом мы посмотрим для чего. Ну смотрите, выпадает... На самом деле это не критично. Вот если по первым двум позициям это было достаточно критично, потому что выпадали великие арканы, возможно, для какого-то пути, очень важного момента, который проходит. Я так могу предположить, что вы сейчас не проходите каких-то уроков, может быть, немножко отдыхаете, да, вам дали этот... Вышли наперекур. Вот. Выпадает четверка жезлов и семерка кубков. Ну, наверное, с одной стороны я могу сказать, что вам нужно изменить в себе, это научиться делать выбор, да, почему именно по семерке кубков научиться делать выбор, потому что возможности вам всегда предоставляются не одна, две, а как минимум семь, да, и вот понимать, а что мне нужно выбрать, да, что я выбираю, материальные какие-то блага, либо духовные, то есть вам как будто бы надо изменить вот эту вот фантазийность какую-то. я не хочу сказать иллюзии, мне не нравится вот в этой позиции про это говорить, а вот какую-то, знаете, мечтательность, потому что все-таки Паш Кубков, он присутствует, да, вот этот вот момент доверия, какую-то свою мечтательность на более весомые какие-то вещи, то есть то, что вы выбираете, вам как будто бы надо с одной стороны смотреть, что скрывается за этим, а с другой стороны, знаете, все время быть открытым, открытым к чему-то, вот к восьмому какому-то кубку, к девятому, к десятому, да, то есть не только выбирать из того, что у меня есть, то, чем я довольствуюсь, а вот всегда, знаете, как будто бы быть открытым, предвкушение того, что есть еще что-то, чего я не знаю, чего я не вижу, потому что вот эти вот семь кубков, да, они вроде бы, они есть, но всегда присутствует то, что вам это как-то, ну, не очень-то удовлетворяет, вот как будто бы тот выбор, который у вас есть, он вам не очень нравится, и хочется всегда что-то другое, иначе. И поэтому здесь вот понятие выбора, это то, что вам нужно изменить, почему, я потом посмотрю. И что изменить, это четверка жезлов, знаете, это вот желание быть в постоянном каком-то празднике, что ли, стремлении, это то, к чему, знаете, причем это так интересно, вы к этому стремитесь, я не могу сказать, что у вас есть эта четверка жезлов, да, что вы прям в празднике постоянно находитесь вы как будто бы к этому стремитесь но здесь вам говорят что вот эта вот стабильность который вы стремитесь она вам как будто бы не нужна почему потому что она мешает вам в дальнейшем вашем продвижении все давайте мы посмотрим почему до что нам как покажу почему вот вам здесь вот с выбором по семерке кубков почему вам это надо изменить ваш подход к выбору да то как вы выбираете почему потому что выбираете на основе какого-то своего король куб выбираете на основе своего прошлого опыта хорошо как же надо тогда выбирать а надо по аркану мира надо знаете вот вам почему-то очень важно не выбирать на основе того что вы проживали а на основе того чего вы не знаете то есть вам нужно что я сказала да не из семи кубков до которые основаны так или иначе на вашем прошлом опыте да как к воспроизведение реальности создание реальности на основе прошлого опыта а все время видеть что-то новое то чего вы не видите то чего вы не замечаете окей есть 7 выборов а 8 здесь какой мог бы быть до либо вот что есть за пределами эти семьи кубков здесь вот как будто бы вам все время нужно видеть что-то новое вам все время нужно как-то вот знаете расширять свои сознания почему это так важно король мечей потому что так устроен ваш ум до постоянное какое-то движение здесь еще знаете что показывает что помимо того что вы делаете выбор здесь вам нужно изменить то что нужно начать это делать то есть не парить в небесах а еще и плюс ко всему начать это делать потому что вы как будто вы делаете один шаг а потом это бросаете не доводится до конца и это приводит к не совсем правильному опыту который вам нужен вы не доводите дело до конца не завершаете чего бы это не касалось и вот это вот нужно изменить как будто бы нужно научиться завершать уметь завершает доводить дело до конца для чего для чего рыцарь мечей для чего а это знаете расширит ваша как этот сознание ваши мысли в плане того что рыцарь мечей такой знаете бескомпромиссный есть одна правда это только моя и только так правильно и это правильно потому что у меня есть такой опыт а здесь вам говорится для того чтобы получить другой опыт которого у вас пока еще нет вы должны делать то чего вы никогда не делали именно поэтому аркан мира выходит то есть вам нужно научиться выбирать то поэтому я сказал 8 9 10 кубок они 7 и не 7 то чего вы никогда не делали то есть идти туда куда вы никогда не ходили вот все время что-то сделать за пределами за рамками вашего возможного таким образом вы будете расширять свое сознание это это необходимо для вашей души это урок как будто бы по рыцарю кубков это урок вашей души ей это необходимо вот все время как-то вот расширяться это касательно вот это вот качество себе надо изменить касательно семерки кубков а что плохого вот здесь вот мы видим в четверки жезлов что-то мне устраивает чем плохо да все время каждый день жизнь праздник праздник отдых веселья да но при этом стабильная не потому что четверка это всегда про стабильность что там их не удовлетворяет почему надо изменить ну потому что четверка кубков потому что вот этот вот праздник какой-то момент он вам надоедает в какой-то момент вы к нему стремитесь да а в конечном итоге если вы получаете это вводит вас потом вот в четверку кубков какое-то апатическое состояние то есть пока вы это не имеете в это хотите а когда хотите уже как-то мне не очень-то и нужно на а потом в дальнейшем смотрите вводят вас в эту апатию и вам нужно будет потом проводить какой-то анализ и опять определяться то есть выбор с одной стороны выбор с другой стороны только здесь великий аркан 6 а там семерка кубков потом вам нужно делать выбора что плохого потому что этот выбор опять вводит в какой-то стабильность да в четверку педакли смотрите вы стремитесь праздник вообще три четверки вы человек который такой знаете не пробиное поэтому вот вам надо расширение сознания вы скорее всего выбираете все что вам удобно комфортно и известно и таким образом вы как будто бы ну не не идете в новое да не не эволюционируйте хочется сказать что здесь нужно изменить смотрите вы идете в четверку жезлов да вы ее хотите эту стабильность когда вы ее получаете вы чувствуете неудовлетворение по четверке кубков и находитесь каком-то выборе и когда вы что-то выбираете вот в этом ну не очень-то хорошем состоянии да когда вы почему-то выбираете опять то что было в прошлом то есть у вас какие-то мысли возможно появляются о том что в прошлом было лучше да либо то что уже стабильно то что известно то есть ваш выбор он всегда падает на то что не предполагает какого-то дальнейшего движения поэтому вы смотрите что здесь что здесь одно и то же да как будто бы вы не умеете выбирать я бы сказала даже неправильное слово не умеете а вы умеете выбираете стабильность вот и все вот а почему для вас вот важно выбирать что-то такое что вас развивала потому что здесь рыцарь жезлов знаете здесь тот выбор новый который вы будете делать он будет учить вас во-первых терпению а во-вторых он будет учить вас какому-то постоянству вот вообще удивительная вещь таро смотрите с одной стороны вам говорят уходите от стабильности да уходите почему потому что эта стабильность она вас не развивает а с другой стороны вам говорят что это будет вот расширение до вашего выбора она поможет вам выработать в себе постоянство так вот стабильности постоянства да это разные вещи постоянство в нем есть развитие это не не одна и та же работа а это шаг за шагом по отношению к своей цели медленно но целенаправленно а стабильность в нем нету развития это четырехугольник да это квадрат это вот то что очень прочно это очень устойчиво и это некие такие рамки а в другом на вот в постоянстве в нем все-таки есть движение так вот вас учат что вы так как вы король мечей это огненная часть воздуха есть вот это вот знаете горячий ветер горячий ветер какие-то идеи постоянно бурлят кипят я хочу вот это очень яркие какие-то мысли да и все мне хочется и я не довожу до конца вот так вот вот это вот постоянство нестабильность именно постоянство но поможет вам доводить дело до конца чтобы получать какой-то результат чтобы не разочаровывались в себе и вот это вот как раз таки и связано то чтобы не пошли в то что вы уже знаете и выбираете потому что мне эту развитие чтобы вышли в новое но при этом шли маленькими шагами один шажок за раз ну и тогда вы будете доходить до вашей цели выпадает сразу тушкин дакли говорящий о том что это будет давать вам в дальнейшем новые возможности до новые какие-то шансы и это изменит ваша по иерофан то это изменит ваше мировоззрение понимаете вроде бы казалось про одно и то же но под разным углом и вот этот вот разный угол до взгляда он и дает другие перспективы другое развитие ну такая вот у меня была и третья позиция да я вам рассказала вкратце что нужно менять хочу поблагодарить александра за идею к этому раскладу на самом деле тем у меня очень много поскольку мы только два раза в неделю делаем такие расклады а на третий раз в пятницу мы делаем расклады из рубрики хочу все знаете да более такие абстрактные то тем они как будто бы не заканчивается меня там есть список там 13 либо 14 раскладов ну то есть меня на много месяцев вперед хватит ну что мои дорогие я прощаюсь с вами жду вас в пятничной рубрике хочу все знать и будем в этот раз рассматривать что такое иллюзия не знаю заденем ли мы реальность хотя в принципе если ты понимаешь такой люди то противоположность наверное будет реальность хотя не факт ну в общем прощаюсь с вами всего самого наилучшего пока пока пока